Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Российские чиновники, а также осторожные оценки местной специализированной прессы. Если правильно использовать Карский договор 1921 года, можно также помешать российским и турецким сторонам признать советские границы Азербайджана. Примечательно, что российские тенденции коридорной осторожности возникли на фоне безумия армянской стороны. Материал полностью доступен на нашем сайте. В Хилисской общине Аскиранского района насчитывают 155 жителей. После войны все вернулись на родину. Об этом в беседе с корреспондентом Арцахпресс заявил мяр-хилис Артур Гулян. После 44-х дневной Арцахской войны в селе поселились три семьи. Из города Гадрут, общине Сыгнах Армянского района и Кашатага. Здание муниципалитета находится в плачевном состоянии. Согласно плану, в ближайшие дни начнутся строительные работы общественного центра. Здесь же будет работать медицинский центр. У нас есть недавно построенный банкетный зал. Сельские дороги нуждаются в улучшении. В школе 9 учеников, а 11 детей в селе посещают соседний Хандиристанский детский сад. В настоящее время на государственные средства идет ремонт пяти домов. Село газофицировано, обеспечено электричеством и круглосуточным водоснабжением, сказал мэр. На 26-й конференции Рамочной конвенции Организации объединенных наций об изменении климата в Глазго продолжаются выступления президентов о неотложных шагах, необходимых для решения проблемы изменения климата. В аппарате президента Республики Армения сообщили, что конференция в Глазго направлена на разработку согласованного плана действий по борьбе с изменением климата. Планируется также выступление президента Республики Армения Армена Саргисиана. Перед этим президент провел переговоры с президентами США, Франции, канцлером Германии, принцем Монако, президентом Египта, президентом Сербии и других стран. В Армению прибудет новоназначенный заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Эрика Уолсон. Она также посетит Азербайджан и Грузию для развития регионального сотрудничества. По сообщению посольства США в Армении, заместитель помощника госсекретаря Уолсон со 2 по 4 ноября во время своего пребывания в Ереване примет участие в конференции главмиссии США на Южном Кавказе. Помимо внутренних дискуссий, участники конференции проведут встречи с представителями правительства Армении и гражданского общества. Только республика не может дать стране возможность достичь современной цивилизации. Не республика, а демократия достигает правовой, политической, социальной, экономической и универсальной социальной структуры, основанной на правах человека. 29 октября исполнилось 98 лет Турецкой республики. Как всегда, звучали неоднократные выступления, главная мысль которых заключается в следующем. «Мы перешли от монархии, султаната к республике. Хотя некоторые изменения, необходимые для этого исторического шага, произошли, но республика остается бесплодным государством в течение 98 лет. Материал полностью доступен на нашем сайте». Цельного назначенного посла Франции в Армении продлить сотрудничество между двумя странами. Кроме того, посол надеется, что минская группа поможет добиться долгосрочной стабильности в Нагорно-Карабахском конфликте. Для Франции также важны гуманитарные меры и возвращение армянских военнопленных. По словам Ан-Луио, Франция считает, что важно добиться четкой демаркации границ. И они, как и международное сообщество, призывают к мирному протеканию этих процессов. По словам президента Союза художников Армении Сурена Сафаряна, этот день знаменателен тем, что подведены итоги многомесячной работы, заложена основа новых идей и программ. Для Союза художников важны такие коллаборации. Наша сегодняшняя выставка – яркое тому подтверждение. Армянские художники разного возраста изобразили Иран своими представлениями. После этого семь участвующих художников получат возможность поехать в Тегеран, чтобы увидеть его своими глазами, чтобы потом создать новую выставку в Армении со своими впечатлениями и материалами, сказал Сурен Сафарян. Чрезвычайно и полномочный посол Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббас Бадахшан Зохури поблагодарил стороны за организацию такой выставки, подчеркнув, что отношения между Ираном и Арменией всегда были теплыми и дружескими. В рамках выставки был подписан меморандум между Союзом художников Армении и Союзом художников Исламской Республики Иран. Далее – танцевальная песня амшенских армян «Элла-Элла». На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром.